В закон о средствах массовой информации внесут изменения. Интернет-ресурсам предложат добровольную регистрацию, комментаторов планируют идентифицировать, а на телеканалах ввести как минимум 30% белорусский контент. Как это будет действовать на практике и что думают по поводу изменений гомельчане, узнавала Марина Джалая. Как планируются изменения и дополнения в закон о СМИ, внесённые в Палату представителей, депутаты начнут рассматривать 19 апреля. Интернет-ресурсы предлагается регистрировать в добровольном порядке. Отказавшиеся, возможно, не смогут получить аккредитацию на пресс-конференции мероприятия, которое проводят государственные органы. Проект закона предусматривает равную ответственность как для медиаресурсов, так и для тех, кто без регистрации выполняет их функции. То есть, кто бы ни опубликовал, допустим, непроверенную фейковую новость, обязательно понесёт за это ответственность. Главная идея – максимально уравнять в правах и обязанностях СМИ и площадки, которые к таковым формально не относятся, но по сути ими являются. Изменения в закон о СМИ ждут и сотрудники правоохранительных органов. Появление на страницах, в первую очередь, электронных изданий непроверенной информации – проблема и для них. За комментариями мы отправились к прокурору Гомельской области Виктору Морозову. Действительно, хотелось бы поговорить об ответственности СМИ, в первую очередь, электронных СМИ, за ту информацию, которая подаётся с их страниц. И в моей практике были случаи, когда недостоверно освещались уголовные дела, которые рассматривали судьи. И сегодня, исходя из громких процессов, которые сегодня проходят в судах Гомельской области, у нас есть примеры, когда буквально на следующий день после показания в суде конкретных обвиняемых, конкретных свидетелей, конкретных потерпевших, тут же, с указанием фамилий в электронных СМИ, у нас подвергается анализу вот эти показания. Берутся под сомнение и так далее. Иначе, как вмешательство в рассмотрение уголовного дела, я это и не рассматриваю. Потому что закон сегодня гласит о том, что никому не дано право вмешиваться в ход рассмотрения судебного дела. И за это есть соответствующая ответственность у нас в законодательстве предусмотрена. Поэтому я бы даже сказал, что не то, что некорректно, это преступно сегодня необъективно освещать ход правосудия. Еще одно заметное нововведение – идентификация комментаторов. Как вариант, человек, который пишет комментарии, сможет публиковаться точно так же, как и сегодня, под ником. Но в то же время у владельца интернет-ресурса будет находиться реальная информация о данном пользователе. Регистрация на форумах существует и сейчас. Нужно заполнить специальную форму, указать электронную почту и таким образом получить доступ. Вместо этого планируется ввести СМС-идентификацию. Разработчики изменений в законах СМИ при этом исходят из следующего. Тот, кто не позволяет себе хамить, не нарушает закон, не призывает к насильственным действиям, не пропагандирует жестокость, не побоится зарегистрироваться при помощи СМС и высказать свою точку зрения. И обратная ситуация. Если человек прочитал о себе комментарий на форуме и не согласен с ним, то здесь поможет такая норма. На сайте должны быть указаны четкие, реальные координаты владельца интернет-ресурса. Пользователь сможет связаться с ним или его представителем и обсудить свою проблему. Если она не решится, следует действуя точно так же, как и сегодня, обращаться в Министерство информации напрямую или через правоохранительные органы, в зависимости от сути вопроса. Если владелец и в таком случае не решит проблему, то до разрешения ситуации доступ к сайту может быть заблокирован. Кстати говоря, бывают очень серьезные ситуации, когда специалисты обязаны действовать очень быстро. Например, если в соцсети обнаружен паблик, склоняющий детей к суициду. Здесь же, к примеру, странички мошенников, которые буквально грабят излишне доверчивых людей через схему микрокредитования. Степень доверия информации, размещаемой на интернет-ресурсах, это интересная тема для обсуждения. Наша съемочная бригада решила поговорить об этом с жителями Гомеля. Результатом общения стал следующий диалог. Процентов на 20 я не доверяю, потому что я и сам не являюсь, досвеченный человек. Хоть я сам в комментариях редко, редко, когда удили всего. Потому что, ну, а то, какая информация державная, политическая, а то, просто читаю и сам себя веду. Так это или нет. Процентов на 50. Я читаю новости в интернете, их как бы много, но не доверяю, потому что, ну, как, там много чего может быть и сплетней всяких. В интернете новости читаете? Читаем. Не часто, но читаем. А расскажите, вы всегда доверяете новостям, которые... Нет, не всегда. Очень много там неправды. Ничего мы ловим оттуда. Подтверждаем, потом телевидение. Ну, я сам выбираю информацию, которую читаю, поэтому ту, которую читаю, думаю, да, доверяю. Ну, а вообще, читаете новости, и вы видите сразу, что вот этим можно доверять, а этим нет. То есть, бывает мнение? Ну, ну, все зависит от источника, в первую очередь. А вы выбираете источники с проверенной? Ну, конечно, уже проверенный на опыте, который уже неоднократно читал и в прошлом читал. А как вы относитесь к комментаторам, которые... К комментаторам? Ну, сколько людей, столько и мнений. Нужно, в первую очередь, иметь свое мнение и на свое полагаться, а потом уже чужое смотреть. Участвуете ли в комментариях? Нет, 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 только читаю, и все. Сколько людей, столько и мнений. Поэтому лучше оставаться при своем мнении и ничего не писать. Доверяю, часто читаю сайты наши гомельские, например, сайты газет, тоже это может быть в соцсетях. Что касается белорусских СМИ, то считаю их недостаточно информативными. А если по доверию, ну, то, в принципе, на государственных СМИ информация достаточно достоверная. А на таких оппозиционных, там в основном фейки, так называемые, вставляют. А если брать новости из социальных сетей, то там им доверять, это себе не верить. Конечно, сколько людей, столько и мнений. Но все же хотелось бы, чтобы каждое мнение, прежде чем появиться в общем доступе на страницах интернет-ресурсов, пропускалось через моральные фильтры. Будь то информационный текст или комментарий к нему. Марина Джалая, Валерия Капанько, Евгений Макеенко. Новости недели.